Привет, друзья! Вы не представляете, что со мной вчера было. Делюсь. Значит, я вчера, ну и после предыдущей ночи не спавший, и вчера не спавший, потому что разбудил меня очередной звонок оказать помощь, и я оказывал помощь. Ну, короче говоря, перетрудился, и вот я чувствую, и погода резко поменялась, смотрю в окно, и посмотрел там, ну, в общем, понятно, поменялась погода, и я перетрудился, и не спал уже две ночи, и оказывал помощь, помощь, помощь. И теперь в такое состояние вдруг произошло, вот прямо завис, вот какая-то тревожность пошла. Хожу по комнате туда-сюда, хожу по комнате, и страх. Ну, вспомнил, иногда у меня бывало такое, конечно, от ночей бессонных, там, напряжение, и завис. Вот это самое зависание, когда я думаю, ну вот сейчас шлёпнет. Сейчас шлёпнет. Ну, прямо в этом нахожусь, в состоянии зависания, напряки напряжения. Да, и никак не могу отойти. И вот пытаюсь переключиться, никак не получается мысленно. И тогда я хожу по комнате, беру себе вот так, так, сильно-сильно до боли, сильно-сильно и хожу, и хожу, и пытаюсь при этом подумать о хорошем. Сильно-сильно, и прямо вот так сжимаю, чтобы ногтями прямо упираться в ладошку. И хожу, и хожу, и вот так делаю голову в плечи. В голову в плечи. Почему я об этом вам сейчас говорю? Ну, кому-то может быть тоже плохо. Который ждёт сейчас какого-то инсульта, может быть, боится. В этом состоянии хожу, по комнате сжимаю, и потом начинаю разминать. Здесь прямо беру вот так вот, нахожу больные точки, и прямо пальцами туда, в эту болезненную точку. И потом вот так провожу, и говорю, ой, как хорошо, ой, как хорошо. И хожу, а оно не отпускает. Вот зависит всё, вот это состояние. Думаю, вот сейчас лягу, потому что я же не спал две ночи практически. И вот думаю, сейчас лягу, а меня там стукнет. Ну, такой страх, ну, просто невозможно. И опять делаю, и опять делаю, прямо до боли. И вот так вот сжимаю, вот так сжимаю, все пальцы сжимаю. И уши начал разминать. И пытаюсь выговариваться, выговариваться. И хожу, и хожу, и хожу. И пытаюсь выговариваться, и нажимаю до боли, чтобы ногтями туда, прямо в ладошку, прямо в ладошку. И потом опять вот так делаю, нажимаю. И потом опять ногтём, ногтём, ногтём нажимаю, нажимаю. И уши разминаю, разминаю. Вот я почему это повторяю? Чтобы вы тоже это использовали. Вдруг зависнете в каком-то состоянии, по какой-то причине, может быть, бессонница, может быть, какой-то другой страх одолел. Ну, бывает, бывает. И вот я так делал, делал. Потом лёг, не получается. Опять встал, опять походил. Потом думаю, надо переключиться на что-то приятное ещё. В интернете какую-нибудь песню, особенно как дети поют, когда аж прямо бывает слёзы наворачиваются от умиления. Ну, ещё не получается. Ходил-ходил, потом холодной водой, потом горячей водой, потом холодной водой, потом горячей водой. Доминанту переключаю. Холодной водой, горячей водой. Доминанту переключаю. Опять делаю. Видите, сколько раз я повторяю? Реальном масштабе времени, вот это, сколько я сейчас вам рассказываю, столько у меня вчера проходило. Потом я лёг, поискал в интернете лёжа какие-то новости, я от них засыпаю иногда, чувствую, вот не идёт, не идёт. Ну вот что же делать, что же делать, вот думаю, опять вот так поделал, потом нашёл опять какую-то песенку, стал слушать и заснул. Так спал, невероятно, сегодня встал, как будто ничего и не было. А ведь другой человек, который ничего этого не знает, вот этих приёмов простейших не знает, а у него может и случиться или инсульт, или инфаркт. Делюсь, друзья, поэтому делайте так, это самопомощь. А потом, ну готов хоть песни петь, пожалуйста, и голос другой, и всё другое, и рисовать даже могу, и всё даже могу, и танцевать совсем другое. Выспался, наконец, после того, что переключил доминант. Вышел из зависания и восстановился. Вот так, друзья, делайте. И забыл тогда даже делать ключевое дыхание одну минуту. Такое было зависание. А вы вспомните, одну минуту думая, о чём думается, прислушивайтесь тому, вдох теплее или выдох. Подбирайте, друзья, себе то, что в этот момент вспомнить можете. Подбирайте и делайте. Поэтому я это вам и повторяю. Видите, повторение мать учения, и там принцип подбора путём перебора ключа. Делайте, подбирайте. До встречи.